Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Контроль за соблюдением мер безопасности, связанных с коронавирусом, на самарских предприятиях усилят. Сотрудники Роспотребнадзора и районных администраций будут проводить регулярные рейды. 12 лечебных учреждений и 8 детских садов Самары уже подключили к системе отопления. В городе стартовал отопительный сезон. Избранные депутаты муниципальных округов приступают к своей работе. Сегодня во всех районах Самары прошли первые заседания. За прошедшие сутки в Самарской области зарегистрировали 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 10 888. Из-за роста заболеваемости на самарских предприятиях организуют проверки санитарно-эпидемиологических мер безопасности. Контроль будут осуществлять специалисты Роспотребнадзора и районных администраций. Об этом говорили на заседании городского оперативного штаба по противодействию распространению COVID-19. Обсудили и уже традиционную работу по дезинфекции. Как в городе продолжают бороться с вирусом, расскажет Андрей Горгуленко. Контроль за соблюдением мер безопасности на самарских предприятиях снова усилят. Это связано с ростом числа заболевших COVID-19. На входе у сотрудников каждое утро должны замерять температуру и контролировать наличие медицинских масок. А также проводить влажную уборку помещений и обеспечить персоналу доступ к антисептикам. Соблюдаются ли эти меры, будут проверять сотрудники Роспотребнадзора и районных администраций. Мы говорим о соблюдении масочного режима. И министр здравоохранения, и Роспотребнадзор говорят, что это действенные меры. Поэтому мы ужесточаем контроль масочного режима на всех объектах. Собственно, ежедневный контроль проводится как управляющими компаниями, управляющими микрорайонами, районными администрациями и департаментами городскими. О новых мерах контроля говорили на заседании оперативного городского штаба по противодействию распространения коронавируса под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Вместе с руководителями городских департаментов и главами районов обсуждали исполнение уже привычных мер. В Самаре продолжают дезинфицировать общественные пространства и подъезды жилых домов специальными растворами. Они закуплены в достаточном количестве. Работу в жилых домах контролируют сами жители с привлечением районных властей. У нас настроена такая работа. Старшие по домам подписывают акты, которые направляют нам для еще одного уровня контроля в администрацию. Мы отсматриваем, какие подъезды продезинфицированы сегодня или завтра. И если этих актов нет, то, соответственно, мы уже высылаем туда такую группу реагирования. Каждый день дезинфицируют и общественный транспорт. Хлор с содержащими растворами обрабатывают все автобусы, троллейбусы, трамваи и вагоны метро перед каждым выходом в рейс. Организован постоянный контроль здоровья кондукторов и водителей. Во время движения специалисты проверяют соблюдение пассажирами масочного режима. Тех, кто не имеет защитного средства, просят покинуть транспорт. Мы ежедневно будем продолжать контролировать общественный транспорт с привлечением сотрудников добровольно-народной дружины, с привлечением работников транспортных предприятий, естественно, департамента транспорта. Поэтому еще раз хотелось бы обратиться к нашим пассажирам и попросить понять нас. И, соответственно, понять, что это делается для их блага, для того, чтобы мы вместе быстро пережили вот эту волну коронавируса. Масочный режим также продолжают контролировать и во всех объектах потребительского рынка – торговых центрах, магазинах, аптеках. И продавцы, и покупатели должны соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. В образовательных учреждениях организован ежедневный контроль термометрии воспитанников и сотрудников. Отчитываться о проделанной работе по дезинфекции и результатах контроля участники штаба будут ежедневно, пока количество заболевших не станет стабильно снижаться. Андрей Горгуленко, Николай Сидоров. События. Дезинфекция в общественном транспорте на особом контроле. По поручению главы города Елены Лапушкиной ежедневно обрабатывают салоны муниципальных и коммерческих автобусов, троллейбусов и трамваев. А подробнее о процессе расскажет Елена Малютина. Сейчас я делаю влажную уборку салона. После нас приходит группа, которая обрабатывает, производит дезинфекцию салонов. В салоне автобусов места бактериям нет. Иначе и не может быть сложный эпидемиологический период. Уборка транспорта проводится ежедневно. Специальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором, обрабатываются поручни, сиденья, двери, терминалы, все поверхности, к которым может прикоснуться человек. После специальной мобильной бригады распыляет хлор, содержащий состав. На дезинфекцию одного подвижного состава уходит около пяти минут. Моют общественный транспорт и снаружи. Специальные щетки отмывают грязь, а после поверхность дезинфицируют. На нашем подвижном составе каждый день через нас проходят тысячи пассажиров. И мы заботимся о их здоровье. Поэтому, скажем так, делаем все и даже больше, чтобы наши пассажиры чувствовали себя комфортно и в безопасности. Я, как сотрудник предприятия транспортного, считаю, что необходимо применять средства защиты. Мы сами, скажем так, пользуемся общественным транспортом. Наши дети пользуются общественным транспортом. И своим примером мы показываем, демонстрируем нашим уважаемым пассажирам, своим жителям Самарской губернии, о том, что необходимо надевать средства защиты. Мы только так вместе сможем победить коронавирусную инфекцию. Мобилизовали все силы и в трамвайно-троллейбусном управлении. Здесь и раньше уделяли внимание порядку. А теперь работы прибавилось. Ежедневно трудятся 75 мойщиков-уборщиков. Каждый подвижной состав дезинфицируют несколько раз в сутки. С марта эта работа не приостанавливалась. Специальный раствор закупили в больших количествах. Обработка с использованием такого средства особенно важна в периоды респираторно-вирусных заболеваний, гриппа и, конечно, в качестве профилактики распространения коронавируса. Обрабатываются они очень усиленно ночью, потому что дополнительно есть время, спокойно можно сделать. И когда трамвай во время движения сюда заходит, то кондуктор дополнительно протирает поручни, ступеньки, вот этими дополнительными средствами. То есть постоянно ведется эта работа. Нисколечко она не снижалась. Сейчас просто немножко еще усиливаем. Ежедневно транспорт трамвайно-троллейбусного управления перевозит более 200 тысяч пассажиров. Чтобы минимизировать риски заболевания гриппом, а также повысить иммунитет к другим вирусным заболеваниям, в Самаре за две недели около полутора тысяч сотрудников транспортной сферы сделали прививку от гриппа. Прямо на базе своих предприятий. Раньше делал, а тут год-два нам не делал. А сейчас решил сделать опять, постраховаться. Чтобы, если коронавирусом заболеть, то легче перенести, чтобы изслаблили. Профилактические меры проводятся комплексно. Предприятие для своих сотрудников закупило 15 тысяч многоразовых масок и около 20 тысяч одноразовых перчаток. Кондукторы и водители регулярно дезинфицируют руки. Напоминают пассажирам о мерах безопасности. А тех, кто пренебрегает средствами защиты, просят либо надеть маску, либо немедленно покинуть салон. Мы многого не знаем. И кто чем может болеть, у кого какие симптомы. Но в своей стране мы предпринимаем все возможное, чтобы те риски, которые есть, их минимизировать. И чтобы через транспорт люди не заражались и могли безопасно доехать до места работы, до места учебы, вот туда, куда им нужно. Ежедневно сотрудники предприятия, руководство профильного департамента и представители добровольной дружины проводят рейды в общественном транспорте. И напоминают пассажирам, как важно носить средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и других. В случае несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований грозит штраф в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Елена Малютина, Николай Сидоров, Сергей Баскин. События. Продолжают дезинфицировать и подъезды. Специалисты обрабатывают все, к чему может прикоснуться человек. Хлор, содержащий раствор, практически не имеет запаха и безвреден для людей и животных. Анатолий Головко узнал, как работают дезинфекторы. Ежедневно в промышленном районе Самары дезинфицируют более 4,5 тысяч подъездов. Специалисты обрабатывают все поверхности, к которым может прикоснуться человек. Кнопки лифтов, перила, ручки дверей и даже почтовые ящики. За эту работу отвечают управляющие компании. И нарушители, которые недобросовестно относятся к своим обязанностям, наказывают рублем. В случае выявления каких-то недостатков, управляющим организациям, допустившим нарушение требований постановления, принимаются меры административного воздействия. По словам директора одной из управляющих компаний промышленного района, подъезды обрабатывают хлоросодержащим составом. Он гораздо дешевле спиртовых растворов, но не уступает им по эффективности воздействия на вирусы. Хлоросодержащий состав, который был рекомендован организацией Роспотребнадзор, безопасен для жителей, дешевле. Сейчас все управляющие компании промышленного района с поставленной задачей справляются. Работа по дезинфекции подъездов продолжается. Анатолий Головко, Василий Колдашов. События. В Самаре начали подавать тепло в социальные учреждения. Она уже поступила в детские сады и в больницы. Подготовка к зиме финиширует в плановом режиме. Большую часть здания обогревать начнут по климатической норме, когда за окном пять дней подряд температура будет не выше 8 градусов. Детали расскажут наши корреспонденты. Потребители оповещены о подаче тепла. Производим пуск в котельную. Механизм подачи тепла запускается легким движением руки. Современная котельная работает бесшумно и надежно. От нее отапливаются окрестные дома, но пока тепло пришло в детский сад и школу. Юридически это одно учреждение, а также в больницу. Уже через несколько часов в социальных учреждениях это почувствовали. Школа номер 59 расположена в железнодорожном районе Самары. Ее посещают 205 учеников и 120 воспитанников дошкольных групп. Мы не подошли на пик сезонной заболеваемости. И в среднем у нас не превышает уровень заболеваемости 8-10%. И мы с радостью отмечаем, что сегодня, 22 сентября, у нас подключено отопление. В Самаре 12 лечебных учреждений и 8 детских садов утром уже подключили к системе отопления. Согласно нормативам, отопление жилых домов и социальных учреждений подается, если в течение пяти дней среднесуточная температура на улице не выше 8 градусов. Пока столбики термометров держатся на отметке 10-12 градусов. Тем не менее, отопительный сезон решили начать. Первыми подключают детские дошкольные учреждения и больницы со стационарным содержанием пациентов. До конца недели планируется подключить все. Это сделано по поручению губернатора, чтобы сократить риски простудных заболеваний. Есть ситуация, идет рост ОРВИ. Естественно, вот при даже такой температуре, где среднесуточная 9 градусов, 10 градусов, люди, которые болеют ОРВИ или находятся, скажем, в лечебных учреждениях, детишки находятся в детских садиках. Поэтому и принято сегодня предложение, мы направили ресурсникам за подписью главы письма о том, что начать подключение именно этих объектов, объектов в социальной сфере, это дома ребенка, детские сады в первую очередь, лечебные учреждения. Что касается многоквартирных домов, отопление будет подано в плановом порядке. Елена Малютин, Олег Зверев, Григорий Плешаков. События. Курс доллара закрепился на позиции выше 76 рублей. Российские банки начали предлагать услуги по переводу зарплаты через систему быстрых платежей. А глава счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов России позволит не повышать налоги для бизнеса и граждан в течение 5-6 лет. Обо всем подробнее расскажет моя коллега Виктория Шарая в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, Светлана. О новостях экономики сегодня расскажу я, Виктория Шарая. Курс доллара закрепился на позиции выше 76 рублей. Во вторник, 22 сентября, он составляет 76 рублей 4 копейки. Курс евро вырос на 1,18%, достигнув сегодня отметки в 90 рублей 1 копейку. По мнению аналитиков, рост валюты вызван во многом опасением всплеска второй волны пандемии. В частности, 22 сентября продолжается снижение фондовых индексов в Азии на 1,5%. Это ведет и к ослаблению нефтяных котировок 43 до 41 доллара 40 центов за пароль нефти марки «Бренд». Российские банки начали предлагать услуги по переводу заработной платы через систему быстрых платежей. Первым переводы от компании гражданам по номеру телефона реализовал Делобанк. В Банке России сообщили, что изучают вопрос целесообразности создания централизованного сервиса по переводу зарплат через систему. По мнению экспертов, новая услуга может решить проблему зарплатного рабства. Банк «Русский стандарт» объявил о запуске новой услуги для своих клиентов «Юрлис» для выплаты зарплат сотрудникам. Банки «Теньков» и «Открытие» пока работают над подключением сервиса переводов, в рамках которого предлагают и систему быстрых платежей. ВТБ сообщили, что таким образом зарплаты пока не переводят. Глава счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что приватизация государственных активов в России позволит не повышать налоги для бизнеса и граждан в течение 5-6 лет. Пандемия оказала противоположное влияние на роль государства в экономике. Сложившаяся ситуация создает соблазн для властей скупить подешевевшие пакеты частных предприятий. По словам Кудрина, у российской экономики есть невостребованный ресурс, принадлежащий государству активы. Чиновник отметил, что в год от приватизации можно получить по 200-300 миллиардов рублей. Трехлетний план приватизации государственного имущества на 20-22 годы утвержден еще правительством Дмитрия Медведева. В данный момент государство является собственником имущества почти 700 федеральных предприятий и акционером 1130 хозяйственных обществ. За три года в планы входят выставить на продажу госпакеты 186 акционерных обществ и 86 федеральных государственных унитарных предприятий. Цены на жилье в новостройках в России могут вырасти на 12-15% в связи с высоким спросом из-за программы льготной ипотеки. Об этом сообщают специалисты в сфере недвижимости. Средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке недвижимости в городах-миллионниках России в настоящее время составляет 80,5 тысяч рублей, что на 3% выше, чем месяц назад. Специалисты ожидают, что рост продолжится. Так, новостройки в Санкт-Петербурге уже подорожали на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На 15% выросли цены на жилье в Краснодаре, на 12% в Новосибирске и в Казани. Это были новости экономики. Берегите ваши финансы. Избранные депутаты муниципальных округов приступили к своей работе. В этот вторник во всех районах Самары прошли первые заседания Советов депутатов второго созыва. Обсудили ключевые вопросы, в числе которых избрание председателя Совета, утверждение комитетов и кандидатур для делегирования в городскую думу. В Ленинском районе председателем Совета депутатов избран Александр Медведев. В состав депутатов Думы городского округа Самара седьмого созыва войдут Александр Максимов и Павел Чумак. Ну а как прошло первое рабочее совещание новых депутатов железнодорожного района, расскажет Гольфия Сафина. Выдать зарегистрированному депутату удостоверение установленного образца. 20 новых избранников, за которых отдали свои голоса жители железнодорожного района Самары во время сентябрьских выборов, приступают к своим обязанностям. Каждому депутату торжественно вручают именные удостоверения. Так началось первое заседание нового Совета районных депутатов второго созыва. Будут определены профильные комитеты, соответственно, председатели районного совета, председатели профильных комитетов. Сегодня, можно сказать, мы официально уже вступаем в свои полномочия. Большинством голосов председателем Совета депутатов избран Николай Скобеев. Повестка дня насыщена. Избранникам предстоит рассмотреть 13 вопросов. Сформированы все комитеты от социального до экономического. Сегодня же объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы внутригородского района. Это назначение процедуры конкурса по избранию главы администрации железнодорожного района. И, в общем-то, вот начало нашей очень серьезной работы, которая будет продолжаться пять лет. Трое депутатов железнодорожного района общим решением делегированы в состав депутатов городской думы седьмого созыва. Это Наталья Маркушкина, Михаил Натальчук и Татьяна Палагина. Такие же заседания в этот вторник проходят во всех самарских муниципальных образованиях. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. В Кировском районе председателем Совета депутатов избрали Сергея Пушкина. Делегировали в состав депутатов городской думы Зою Пономареву, Ольгу Куракину, Вячеслава Дормидонтова, Владимира Рябушкина, Владислава Широчина, Алексея Монахова, Маргариту Анохину. А наш следующий сюжет о том, как прошло заседание в Куйбышевском районе. Александр Ерисов – один из 25 вновь избранных депутатов Куйбышевского внутригородского района второго созыва. Он уже трудился в качестве депутата и в городской, и в губернской думах. Потом его политической карьере был большой перерыв. Как депутат районного совета считает для себя первоочередной задачей благоустройство микрорайона. Потому что, уверен, начинать надо с малого. Ну, во-первых, я родился в Куйбышевском районе, заканчивал школу 23-ю, работаю на территории тоже Куйбышевского района сейчас. Ну, так как получилось, что проблемы мне с моим опытом известны, поэтому я беру на себя задачи только те, которые могу решить. На первом заседании выбрали председателя совета депутатов. Им стал Анатолий Захаркин. Он уверен, настало время перемен. Депутатам пора выходить из кабинетов и общаться с людьми. В планах провести конференцию на тему проблем ЖКХ с представителями исполнительной власти, управляющих компанией и жителями. Мы будем приглашать сюда простых людей. Мы будем приглашать сюда управляющих микрорайонов. Мы будем приглашать сюда старших по подъезду, чтобы видеть, ощущать вот ту обратную связь. И чтобы люди видели, чем занимаются депутаты. В городскую думу от Куйбышевского внутригородского района делегировано три человека. Александр Иванов, Борис Ликс и Андрей Петраков. На заседании также объявили конкурс на должность главы Куйбышевского внутригородского района, который состоится 25 сентября. Андрей Горгуленко, Мария Левина, Константин Головин. События. В промышленном районе председателем Совета депутатов стал Илья Шевцов. Делегированный в состав депутатов Думы городского округа Самара 7-го созыва Максим Венедиктов, Наталья Вершинина, Вячеслав Звягинцев, Михаил Кабанов, Данил Морозов, Яков Резников, Елена Сверидова, Александр Чернышев. В советском районе председателем Совета депутатов избран Петр Барсуков. В городскую думу направлены Анна Сараева, Вячеслав Тимошенко, Алина Бакаева, Валерий Барсук и Дмитрий Черкасов. Ну а как прошло заседание в Самарском районе, увидел Андрей Горгуленко. После выборов 13 сентября состав Совета депутатов Самарского района обновился наполовину. 9 из 20 народных избранников вновь попали в совет. Татьяна Санникова – одна из тех, кому жители снова оказали свое доверие. Рассказывает, за предыдущие 5 лет удалось не раз помочь людям. Директор колледжа сервисных технологий и дизайна уверена, что и нынешний состав будет работать на пользу жителям. Достаточно много удалось сделать вместе с администрацией района. И очень много планов, которые мы в течение 5 лет запланировали, продвинулись ко многим шагам. Но я уверена, что и в этом составе мы будем жить дружно все. Потому что здесь нет никаких и не должно быть личных амбиций. Здесь нужна работа плодотворная, ежедневная, ежечасная, потому что задач очень много. Председателем Совета депутатов Самарского района 2-го созыва избрана Ольга Цибарева, директор 63-й школы. Она и живет, и работает на территории района, а потому, признается, чувствует особую ответственность за все решения, которые будет принимать совет. Ольга уже готова помогать своим соседям. Да, конечно, и во время избирательной кампании жители обращались с определенными просьбами, с определенными замечаниями, жалобами. Этот пакет собран, мы с ним работаем. Уже в ближайшее время будут проходить советы, на которые будут приниматься решения, именно непосредственно важные для жителей нашего района. На первом заседании совета депутаты выбрали и тех, кто будет делегирован в городскую думу. Это Сергей Рязанов и Олеся Дворцова. Также были сформированы составы пяти комитетов по бюджету, имуществу, местному самоуправлению, социальной и контрольной, и выбраны их председатели. Кроме того, депутаты объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы Самарского внутригородского района, который состоится 15 октября. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. В Красноглинском районе председателем совета депутатов стал Андрей Ильин. А состав народных избранников Думы городского округа Самара пополнят Роман Синельников, Юрий Левин и Эдуард Галстян. О ситуации в Октябрьском районе Олег Зверев. На первом заседании совета депутатов Октябрьского района второго созыва присутствовали 22 из 25 избранных. Трое отсутствовали по уважительной причине. Кворум был и решение по всем вопросам принято. Одно из первых – избрание председателя совета. По итогам голосования им стал Виталий Осабин. Его заместителями избраны Андрей Белоусов и Дмитрий Осеев. Главной своей задачей спикер видит объединение усилий всех депутатов для конструктивной работы. В первую очередь, наверное, консолидировать работу абсолютно всех депутатов, невзирая на принадлежность к той или иной фракции, к той или иной партии, и на цельность, на общие цели задачи. Я еще раз говорю, мы шли на выборы с какими-то предложениями, с какими-то задачами и с какими-то обещаниями у себя в округах. Вот здесь, наверное, и основная задача сейчас – приступить к реализации. Районное собрание депутатов распределило места в комитетах и утвердило их председателей. Кроме того, сегодня избраны представители, которые будут работать в городской думе. Это Алексей Дегтев, Денис Купцов, Наталья Сычева и Сергей Печкуров. Сегодня очень насыщенная повестка была, 13 вопросов, начиная от выборов нового председателя, председателей комитетов и делегирования в состав городской думы наших представителей. Очень положительные впечатления. Сегодня же представительное собрание Октябрьского района объявило о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы районной администрации и утвердило состав конкурсной комиссии. Олег Зверев, Николай Сидоров, События. 22 сентября в России и во многих других странах отмечают Всемирный день без автомобиля. Традиция зародилась в Англии в 1997 году, а сегодня к движению присоединилось уже почти 100 миллионов человек по всему свету. В России первый день без автомобиля прошел 15 лет назад. Цель акции хотя бы на сутки сократить использование автотранспорта, который наносит серьезный вред экологии, загрязняя воздух выхлопными газами. Жителям крупных городов предлагают пересесть на велосипеды и больше гулять. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, на сайте телеканала Самара Гис и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, а также на наш Ютуб-канал, который покорил новый рубеж 25 миллионов просмотров. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»!